ВОЕННЫЕ ЭКСПЕРТЫ ВОЕННЫЕ Эксперты, которых я лично очень ценю, и которые вполне авторитетны в военной среде, говорят о том, что сменилось руководство военно-морского флота Российской Федерации и подробно комментируют очередную трагедию о потере очередного корабля военно-морским флотом и обсуждают очень важные частности, которые породили эту потерю. Что касается меня, то, во-первых, я всё более серьёзно отношусь к происходящему, хотя, казалось бы, серьёзнее некуда. И тем не менее. И это моё отношение порождает твёрдую мою уверенность в том, что мы должны получать информацию о происходящем из строго официальных источников, и что это вопрос, я не знаю, не только этики, но и чего-то большего. Вопрос серьёзности нашего отношения к происходящему и нашего чувства ответственности за это происходящее. Поэтому напрямую обсуждать то, что сообщают военные эксперты, я не буду, но это и не является необходимым, поскольку вполне официально сообщено о том, что военно-морской флот Российской Федерации серьёзным образом пострадал за время конфликта между Россией и Украиной, и что его потери весьма существенные. Что касается специалистов, которые обсуждают причины этих потерь, то здесь, мне кажется, есть некая развилка. Во-первых, эти специалисты совершенно правы. Разумеется, имеет место и головотяпство, и упорное нежелание осуществлять даже те простейшие действия, которые могли бы позволить минимизировать риск для наших кораблей. Безусловно это так. Как безусловно и то, например, что далеко не всё эффективным образом используется из имеющегося, при введении контрбатарейной борьбы, качество которой в конечном итоге определит ситуацию в конфликте между Россией и Украиной, а значит и мировую ситуацию. Так что вопросы всё это серьёзные. И специалисты, которые разбирают по косточкам некоторые частные проблемы, весьма существенные, потому что и впрямь дьявол тут таится в деталях, эти специалисты правы, их надо всячески поддерживать, и такая дискуссия, будучи абсолютно корректной, должна вестись, потому что с головотяпством как-то это надо бороться, а оно носит достаточно серьёзный характер, и об этом я тоже буду говорить. Но когда сообщаются эти бесконечные частности, очень важные, очень существенные, такие, которые надо обсуждать, то их подробное обсуждение в каком-то смысле снимает повестки дня стратегический аспект проблемы, и тогда как-то чувствуешь себя даже неловко, когда ты начинаешь его обсуждать, что типа, а вы, наверное, хотите перевести стрелку на стратегию, и тем самым замылить то, что имеет действительно место в практической жизни, является частностями, которые надо исправлять. Не хочу ничего замылить. Всячески поддерживаю тех, кто эти вещи обсуждает. Не считаю их мелкими частностями, считаю их животрепещущими проблемами, от которых зависит наше будущее. Но это же не означает, что стратегических проблем вообще нет. Мы обсуждали в одной из передач ситуацию с контрбатарейной борьбой. Эта ситуация носит супер животрепещущий характер, и во многом от того, как будет решен вопрос, зависит, повторяю опять, судьба и конфликта на Украине, и, значит, всего человеческого будущего. Ставки в игре такие. И люди, которые обсуждают, что вот это не сделано, вот это не сделано, а тут вообще АТАС, а тут вот так. Так абсолютно правы. И они имеют некий приоритет в том, что касается обсуждения вопросов, потому что живем сегодня, здесь, сейчас, и это носит решающий характер, кроме того, это легко исправимо. Но я говорил уже и повторяю опять, что все зависит в конечном счете от дальнобойности орудий, а не от этих частностей, которые имеют огромное значение. Что при условиях, когда артиллерия противника, я имею в виду тут западную, естественно, артиллерию, более дальнобойной, чем наша, мы все равно до конца контрбатарейный вопрос не решим. Я говорил об этом, а теперь министр обороны Российской Федерации обратил внимание на то, что ситуация с коалицией СВ, которая могла бы переломить все, что касается контрбатарейной борьбы. Весьма печально, что не так быстро производится эта самоходная артиллерийская установка дальнобойная, которая бы все переломила в контрбатарейной борьбе, так сказать, именно стратегическим образом, и что тому есть свои причины, связанные с тем, как функционирует военно-промышленный комплекс. Это же сказано. И сказано официальными лицами. Но тут же вопрос возникает не в том, чтобы это констатировать, и даже не в том, чтобы исправить, конечно, какое-то положение вещей с помощью каких-то организационных мероприятий. то делал в принципе. В принципе этот в конечном итоге сводится к тому, что функционирует определенная система. Она функционирует определенным образом. Она, конечно, неоднородная. И есть герои, и есть новаторы, и есть блестящие представители военно-промышленного комплекса. Но как система она функционирует определенным образом. И в рамках этого функционирования возникают определенные вещи. Теперь военно-морской флот. Галатяпство есть? Есть. Оно недопустимо? Недопустимо. Его надо преодолевать? Надо. Вводить все те меры, о которых говорят военные эксперты, аэростаты, специальные самолеты, которые бы следили за ситуацией, и все прочее. Надо? Вот так надо. Но стратегический аспект ситуации состоит не в этом. Стратегический аспект ситуации состоит в том, что военно-морской флот как таковой, причем отнюдь не только российский, оказался в абсолютно новой военной ситуации, с которой мы наблюдаем, а ситуация беспрецедентно нова сейчас. Оказался крайне уязвим. Крайне. Не в силу того, лучше или хуже его защищают. Конечно, его надо лучше защищать. Конечно, это имеет очень большое значение. Но он уязвим оказался в силу других причин, которых в конечном итоге можно рассматривать как стратегически, так и исторически. исторически проблема состоит в следующем. Самые тяжелые крупные военные корабли, не знаю, в определенную эпоху броненосцы, потом авианосцы и так далее, стоят безумно дорого и являются таким очень массивно тяжелым средством ведения военных действий. Производить их могут только самые богатые страны из числа тех, которые являются военно-морскими державами. Все другие должны либо оказаться уязвимыми по отношению к военно-морскому могуществу этих держав, либо искать альтернативные варианты. И их всегда искали великие державы производили в большем или меньшем количестве, скажем так, броненосцы, а державы, которые хотели с этим бороться, производили миноносцы. И торпеды, которые могли этот броненосец грохнуть так, что вам его не покажется. Потом великие военно-морские державы, но прежде всего Британия, в дальнейшем Соединенные Штаты, в меньшей степени милитаризированная Япония, да, эти великие морские державы производили авианосцы, Японии уже нет, а Соединенные Штаты да. И говорилось, вот у нас есть авианосцы, а что у вас есть? Ничего у вас нет. А возникли гиперзвуковые ракеты, и возникли катера, на которых можно поместить такие устройства, которые грохнут авианосец. А еще перед этим возникли подводные лодки, которые были гораздо дешевле, чем эти самые броненосцы, но которые топили эти броненосцы как хотели. Этот поединок длится уже, ну я думаю, чуть ли не два столетия. И является частью знаменитой борьбы брони и снаряда. на сегодняшний момент этот поединок вышел на абсолютно новый уровень. Потому что в военно-морском деле возникло сочетание роботизированных систем собственно морских, поверхностно-морских, воздушных, наземных и подводных роботосистемы возникли четырех типов. И все они вместе замкнуты в единое целое. Это беспилотные летающие аппараты, это безэкипажные катера, это подводные устройства, тоже не имеющие внутри себя человеческого компонента. Это наземное устройство такого же типа. Все это работает вместе. Эта работа вместе, скоординированная, поставила военно-морской флот любой в очень тяжелую ситуацию. И речь идет о ситуации двух типов. Во-первых, речь идет о ситуации неповоротливости военно-морского флота по отношению к этим новым возможностям. И сколь бы несправедлива была критика в адрес нашего военно-морского флота, а она справедлива, да? Ну вы же все видите, что происходит в Красном море. Там же не мы плаваем, и не наши возможные головотяпы, там плавают великие военно-морские державы, а против них сидят, прошу прощения, туземцы, говорят пых, кых, и вся глобальная торговля поставлена на уши. А этот военно-морской флот двигается, говорит, да я сейчас как двойну, да я сейчас как раздухарюсь, так все, полетит к чертям. А туземцы гемнские говорят, да в гробу мы тебя дали, пих, еще раз. Это ситуация первого типа. А ситуация второго типа, с которой мы сталкиваемся на Украине, намного сложнее. Потому что весь этот разговор о безумной значимости вот этих беспилотных летающих аппаратов, подводных и прочих систем вот этого роботизированного типа, он абсолютно справедлив. Отчасти. И в рамках этого разговора говорится, вот смотрите, наделали маленьких аппаратиков дешевых, создали их рой, долбим и побеждаем все ваши тяжеловесные устройства. Отчасти это действительно так. Беспилотные аппараты сильно изменили характер военных действий. Очень сильно. Я не буду даже обсуждать все детали, все видно и так далее и тому подобное. Но подумаем, как на это отреагировали сухопутные войска, они отреагировали рассредоточением. Уже не только батальон нельзя собрать вместе или там какой-нибудь полк, танковый любой другой. Уже, так сказать, малые группы делаются еще более малыми, потому что тогда не успевают эти беспилотники, так сказать, накрыть каждую из малых групп. Но авианосец этого сделать не может. Не может разделиться на части. Это здоровая чушка. Которая стоит и говорит, бейте по мне. Она, конечно, защищена. Если это не трагедия крейсера Москва или что-нибудь еще, а такая серьезная военная ситуация, то она, конечно, защищена. Американская какая-нибудь такая чушка, английская, и так далее. Но защищена она или нет, она уязвима, потому что она большая. А наступило время, когда маленькая долбит по-большому очень эффективно. И если полк, бригаду и так далее, можно разбить на небольшие подразделения, которые начинают действовать самостоятельно, что тоже требует очень больших изменений военной стратегии и тактики, называется ситоцентрическая война и так далее, других средств связи, взаимодействия и многого другого. Если это все можно осуществить, да, бригада дробится, то авианосец нет. Это выявилось прямо сейчас, вот в 20-е годы 21 века. И очень удобно и отчасти правильно сказать при этом, вот, легкие системы, фитюльки, а так бьют, что, так сказать, выбивают, все тяжелое. Но это не совсем так. Потому что по отношению в частности к действиям, ведущимся против Черноморского флота и вообще военно-морским действиям, работает не система из фитюлик сама по себе. Она маленькая-маленькая и дешевая. А над ней сидит такая дорогая и такая массивная система, по отношению к которой убойный авианосец, это хигня. И называется эта система разведка из космоса. Техническая разведка. Все эти беспилотные летающие аппараты и прочие очаровательные мелочи, они либо могут применяться по неподвижным объектам с очень средней эффективностью, либо они требуют соединения с этой ужасно дорогой, ужасно сложной и ужасно продвинутой системой под названием космическая разведка. Все виды вот этой технической разведки дальней и тому подобного. А они, повторяю, все эти системы дороже авианосцев и существуют отдельно от них, дополнительно к ним. Поэтому все, что происходит сейчас с Желноморским флотом, отчасти порождено всем этим головотяпством и всем прочим, и очень важно это исправить. А отчасти порождено общей проблемой особой июзвимости флота по отношению к роботизированным системам это огромная стратегическая проблема. И я понимаю, насколько важно обсуждать частности, аэростаты и прочее. Я никоим образом не девальвирую эти обсуждения. Но стратегическую проблему тоже надо обсуждать. Возникла фундаментально новая ситуация особая июзвимость флота и всех тяжелых систем больших. А флот это некие самые большие системы. Она является частью давней борьбы броненосцев и виноносцев или подводных лодок и линейных мощных кораблей и авианосцев и вот этих гиперзвуковых ракет. Это все движется в определенном направлении. Это надо понять, к этому надо предуготовиться, а во-вторых надо понять, что все эти малые системы они не существуют сами по себе. Они и сами по себе конечно эффективны. Это показывает Йеман, это показывает конфликт между Россией и Украиной, но они все более замыкаются на системы высшего уровня. Супер дорогие, супер могущественные. И то, что происходит на Украине в конфликте с Черноморским флотом, безусловно, являются именно этой проблемой, которую, конечно, прежде всего надо решать способом выявления ошибок, кадровыми изменениями, исправлениями ошибок, введением всего того, что можно ввести в сферу защиты кораблей, проявлением больше осторожности и тому подобного. Но одним этим это не решишь. Как не решишь это исправлением очень грубых, возмутительных ошибок в контрбатарейной борьбе и необходимостью эти ошибки исправлять и что-то делать с помощью подручных средств. Все хорошо, но нужна коалиция СВ, а ее нет. А ее нет, потому что система, которая выстроена, она определенным образом решает проблемы типа коалиции СВ и других крупнейших технических проблем. она такие проблемы решает плохо. Теперь об этом плохо. В постсоветский период, в первые же его годы, а также в последние годы Горбачева, а в общем-то и в предыдущие годы в какой-то степени, все разваливалось разваливалось, разваливалось, разваливалось понемножку и как-то очень быстро развалилось. И на этих развалинах, а ниже поражения в Холодной войне, взросла чудовищная криминальная система, чудовищный криминальный беспредел. Скажем, совокупное наследство, которое и получил в свои руки Путин, став президентом России. перед ним стояла неважно какая, аксиологическая, технологическая, экзистенциальная и прочая задача, что с этим делать. Оно вот есть, и оно должно жить, а оно вот такое. Самое беспомощное, что мог бы сделать Путин, это объявить яростную, бескомпромиссную борьбу с подобного рода вещами, сказать, что мы возвращаемся к какому-нибудь неосталинизму, вся коррупция будет уничтожена, все криминальные структуры подавлены и так далее и тому подобное, воровство заглохнет и возникнет такой близкий к идеальному рельеф жизни, в котором нет воровства, вор должен сидеть в тюрьме и так далее. Путин прекрасно понимал, что действительность уже запущена настолько, что если он начнет это даже декларировать, а тем более делать, то эта действительность его накроет и там вообще ничего от него не останется, ни от него, ни от его дела и так далее. Это было совершенно понятно, первое. И второе, было совершенно непонятно, а собственно говоря, что это такое, это безворовской субъект, он, это что? Его как создавать-то? Из кого? Это давняя политическая проблема. Для того, чтобы создать систему управления, в которой ты вот сказал, мать-перемать, будем искоренять воровство, и это искоренение началось, тебе нужен твой субъект, твой лично. как бы он ни назывался, опричина, или как-нибудь еще, Семеновский преображенский полк, так сказать, но нужен твой субъект, неважно, мамлюки, янычары, но какой-то твой субъект, ты не можешь это делать просто с помощью правоохранительных органов. Сталин уж на что крупной фигурой, располагавшая почти неограниченными возможностями. В последний период своей жизни проиграл госбезопасности. Он начал давать ей задания, которые госбезопасность отказалась выполнить, и он оказался этим самым Акеллой до смерти. Ну, и есть основания считать, что эта же система его и кончила. А потом Хрущев и Жуков начали разбираться с ней. Но у Сталина были очень крупные возможности. Путин каким-то способом по сусекам набрал из людей, которых он знает, некий конструктор, который мог как-то упорядочить ситуацию. При том, что главной его была задача, это чтобы этот конструктор был маломальски эффективен, но как бы особенно зацикливаться на этой эффективности возможности не было, должен был быть надежен, потому что если он ненадежен, то тушите свет. Он это собрал. Назовите это питерцы, чекисты, какие-нибудь кооперативы, неважно. Он это собрал, эту конструкцию. И все, что он мог сделать с ее помощью, это пресечь самые выпиющие случаи воровства, и в целом это воровство, которое расцвело до него просто немыслимо пышным цветом, как-то упорядочить. Вертикаль власти, как все понимали, это в том числе вертикаль мзды и всего остального. И знаем мы это по бессмертным произведениям Гоголя и по Российской империи, там, не по чину берешь и так далее. Нужно было как-то это упорядочить и сам опиющать сечь. Это было все, что можно было сделать. Первое. И второе. Путин совершенно не собирался вот эту реальность заменять каким-нибудь новым супергосударственным сталинизмом. Он ее хотел улучшать, а не искоренять. Это для него было ценностное, экзистенциальное. Он такую страну строил, в которой это надо улучшать, а не выжигать напалмом. Возникло то, что возникло. Внутри возникшего, осмелюсь это констатировать, уже давно нет мафии. Есть новые формы социально-политической организации общества. И это надо понимать. Когда начался судьбоносный конфликт с Украиной, который, как я утверждал, утверждаю, абсолютно спасителен для России. Россия просто истлела к 30-м годам 21-го века, то работать должна была созданная система. Вот это новая форма социально-политической организации общества, внутри которой все это мздоимство и прочее, все эти потехи определенного типа, носили системно-организованный характер. И ничего другого быстро создать было нельзя. Это надо было использовать, это надо было заточить на абсолютно новые цели, которые к этому отношению вообще не имели. И это было сделано. Вообразим себе, что в экстазе новизны ситуации началось бы разрушение до основания затем. Что бы было? Были бы пустые прилавки, крах финансовой системы, паника, крайнее недовольство потребительского большинства в обществе и полная дестабилизация. Этого удалось не допустить. Финансовая система худо-бедно как-то работает. Прилавки полны при возмутительном зачастую росте цен, но они полны. Какое-то управленческое начало существует. Общество, то самое общество, которое было построено существенно потребительское, достаточно стабильным образом поддерживает то, что сложилось, и не панически реагирует на происходящее, хотя и накапливает некое раздражение. Все это случилось, и все это позволило нам выстоять в конфликте ни с конь с Украиной, хотя и Украина достаточно мощная, это литарное нацистское государство, но с Западом при очень умеренной поддержке других стран. Но эту поддержку тоже удалось получить, не возникло никаких вторых фронтов, которые вполне могли возникнуть на юге или где-нибудь еще. Удалось договориться с нефтяными государствами, и цены на нефть оказались устраивающие нас, а значит возникли деньги, удалось эти деньги каким-то образом использовать на военно-промышленные цели, и действительно возник рост военно-промышленного комплекса, хотя и ущербное, о чем я скажу ниже, но возник, и благодаря нему мы что-то можем делать. И наконец армия, которая была разложена ровно так же, как и все остальное, как и вся бюрократия и так далее, военная бюрократия разлагалась даже быстрее, чем любая другая, она тем не менее как-то подсобралась, что-то там почистили худобедное, и она там действует в Авдеевке на других местах, и эти действия никак нельзя ни переоценивать, ни недооценивать. Это очень крупные действия, и имеет место большой сдвиг в нашу сторону, и этот сдвиг может стать решающим в ближайшие годы, если удастся удержать политическую стабильность и так далее. Поэтому сказать, вот негодная проклятая система, все это надо быстро смести чьими-то руками и заменить неизвестно чьим, было бы безумием. Но понимать, как устроена эта система, тоже надо. устроена она очень просто. Вы являетесь распределителем бюджетных средств. Вы передаете это бюджетное средство каким-то достаточно для вас доверительным лицам. как говорилось в бессмертных произведениях периода Российской империи, ну как не подсобить родному человечку. Этому родному человечку надо подсобить не только потому, что вообще это надо, свой же, почему нет, но и потому, что этот родной человечек, будучи надежным, и понимая вас, и будучи достаточно умелым, ответит на ваш посыл в виде бюджетных средств тем, что называется откат. Значит, может ли этот родной человечек выполнить тот заказ, на который ему даны бюджетные деньги, вопрос очень сложный. И тут мы должны рассматривать не разницу между обществом, построенным на честности и обществом, построенным на воровстве, а разницу между видами воровства. Их два. Одно, очень мощный стройкомплекс Москвы с гигантским потенциалом, задействуется под большой проект, не важно, кольцевой дороге или чего-нибудь еще, осуществляет огромную работу, естественно, внутри этого, абсолютно естественно, я это по отношению к существующей действительности не критикую, а констатирую, завышает цены, получает маржу, маржу делят и это воровство первого рода, в результате которого появляются объекты. Воровство второго рода. Бюджетные деньги перекидываются в какую-то полуэффективную фирму, полуэффективная фирма откидывает деньги назад, а осуществляет те движения, при которых она ничего крупного вообще сделать не может и свои функции не может выполнить. И все, кто отвечает, например, за уборку снега в обверенных им объектах, все хорошо знают, как это выглядит. Вы не можете на свою территорию, находящуюся далеко от Москвы, на своих самосвалах вывезти снег. Вы должны ждать, пока эта фирма, которая построена, эта схема второго рода, пока она его вывезет, а она не могет. Она, столкнувшись с вызовом начинает метаться и искать, кто мог что-то сделать. Потому что она сама это контора рога и копыта. Так это происходит очень много где. Когда я это описываю, я не говорю, что это всеобъемлюще. Было бы это всеобъемлюще, противник был бы сначала в Рязани, а потом в Москве. При этом противник намного более беспредельно вороватый, чем российская система. Украинская система еще более вороватая и разболтанная. но я говорю о том, что есть. И внутри этого того, что есть, все зависит от того, у людей, которые распределяют эти средства в родной человечек, мышей ловят или не ловят. Если он мышей ловит, он заодно с выполнением каких-то своих функций, он еще и что-нибудь сделает. А если он мышей не ловит, то не сделает. Но мейнстрим таков. Это и есть использовать данную систему. Повторяю, все к ней не сводится. Есть порядочные люди, есть порядочные структуры, есть эффективные направления. Их может быть даже много, но тренд мейнстрим ось такова и она создана за долгое время. Внутри этой оси очень трудно решать супертехнические проблемы, осуществлять крупнейшие технико-экономические проекты, потому что зачастую они оказываются вовсе не в тех руках, которые приспособлены для решения этих проблем. А в руках людей, мы это знаем, которые получают деньги, покупают что-нибудь где-нибудь, переклеивают этикетки, а потом мы имеем то, что мы имеем. Этих людей время от времени сажают, и это хорошо. Но когда их сажают, это борьба с отдельным прыщом. Вот я его чем-то помазал и так далее. А это системное заболевание. Теперь у нас возникает целая серия крупнейших проблем. Крупнейших. вот этот военно-морской флот. Черноморский, да, а Балтийский. Вот завтра что-то будет происходить на Балтике. А военно-морской флот в целом. А эти системы защиты, а нависший над ними космический зонтик. это все должно иметь возможность противостоять не какой-то Украине, а пусть разболтанному, пусть загнивающему, как любили говорить, этому Западу, но огромному Западу. И никто тут нам никакой помощи оказывать не будет. Мы сами должны что-то делать. Мы в этом случае оказываемся в ситуации 140 миллионов против миллиарда несопоставимых возможностей. Какие отдельные страны мы обогнали отдельный вопрос, и можно радоваться этому, но ЕС-то действует в целом. А теперь посмотрите, как он действует. Каждый день говорится о русской угрозе, рассматриваются конкретные варианты этой угрозы, там Суловакские коридоры или что-нибудь еще. Все НАТО готовится к войне. Не только риторически, а это никогда не бывает просто так, дыма без огня не бывает, но уже экономически, военно- стратегически, размещая базы самолета и, конечно, осуществляя все высокотехнологические действия, которые приписываются украинцам. Бригады или даже батальоны НАТО не участвуют в войне. Участвуют наемники. Поди их тоже разбери. Это отставники САС, не отставники, что это такое, там, французский легион и так далее, мы знаем. Но как только речь идет о технической операции, не подставляющей кадровый состав, тут все находится в руках военспецов. Это они следили за кораблями, это они ставили их под удар, это они управляли всеми этим райами плавучих средств, это они будут наносить высокотехнологические удары по нашим городам и говорить, что это все украинцы. И мы, как это не горько сказать, должны будем это прогватывать, потому что альтернативой является никому не нужная ядерная война. А нам надо выиграть обычную, нам надо ее выиграть. Но для этого Белгород должен быть закрыт не так, как он закрыт, и не только Белгород. И мы должны понимать, что сегодня бьют такие-то средства, а завтра будут бить другие. Все они сделают, никто это Украину не бросит, эта вся паника, что ее бросают, это типичная истерика, пиар-ход и все прочее. Никто ее не бросит. Рано или поздно деньги будут выплачены, Европа раскошелится, русские деньги будут экспроприированы и поделены между западными бандитами и украинскими бандитами, и часть из них пойдет тоже на дело. Этот переход в оборону, он же может длиться долго. Война такая, что мы все время слышим, взят такой-то дом, такие-то лесные посадки, отодвинулись туда. Это суперпозиционная война, которая не является повтором Первой мировой или чего-нибудь еще, она другая. Это вот эта сетоцентрическая война, при которой ты только двинул какое-нибудь крупное соединение, его накрыли и все кончилось. Нам нужно получить совершенно другой военно-промышленный комплекс и совершенно другую армию. С учетом того, что мы имеем. В советский период бытовал такой полуанекдот о том, что создавались там побочные производства, типа производства фасты. И что были построены технологические линии, они остановились, приехали иностранцы, их снова запустили, они опять остановились. И наконец приехала промышленная разведка фирмы, потому что она неустойки должна была платить, время было еще то. И она вывесила, проведя исследование, плакат. Уважаемые рабочие, вы воруйте, но готовые продукции. Потому что когда вы воруете компонентами, то приборы, рассчитанные на одну концентрацию жидкости, останавливаются, потому что концентрация снижается. К чему я говорю? Не к тому, чтобы вспоминать дело давно минувших дней, когда воровали на порядок меньше, чем сейчас. А к тому, чтобы сказать, что если мы воровство не можем остановить, то мы хотя бы должны придать ему схематизм, при котором будут появляться самоходные артиллерийские орудия нужного нам типа. Это означает, что цены надо завышать, а за невыполнение сажать. Нужна политика кнута и пряника. Герой-производитель должен понять, что украсть он может много, но за счет создания готовой продукции. А если он эту продукцию не произведет, то он не только не обогатится, а сядет и разорится. Поэтому у него должна появиться здоровая алчность, чтобы украсть побольше, но произведя эти установки. А с ворами мы будем разбираться потом. Нам сейчас нужно оружие. То же самое со всеми остальными проблемами. Между прочим, государь Петр Алексеевич это очень хорошо понимал, и вряд ли у кого-то есть сомнения в том, что Александр Данилович Менщиков так сказать любил заниматься различного рода схемами, которые бы сейчас назвали криминализованной, но он ловил мышей. И Петр ему за это много прощал, используя при этом полку и другие средства наказания. Это стратегически важно не только понять, но и осуществить. Я никому здесь ничего не советую. сейчас вообще не время, когда можно поучать тех, кто занимается всеми этими операциями. Это слишком важно, они все равно будут заниматься так, как занимаются, поскольку краха нет, о чем мы говорим. Но это очень серьезно. Это касается противовоздушной обороны. Белгород и прочие города надо закрыть. Это очень сложная техническая операция, но она реализуема. Просто нужно заплатить, чтобы ловили мышей. Военно-морской флот надо защитить и перевести на новые технологические рельсы. Всякого рода сухопутные дела надо усовершенствовать, доведя эту ситецентрическую и сильно технологизированную войну до нового уровня. И проблему космоса надо решать, как с точки зрения управляемости и технических возможностей, но так и в том аспекте, который к моей радости возник, потому что в США разразился некий кипиш по поводу того, что мы начинаем использовать нечто в космосе. Используем и не используем вопрос отдельный, но если используем, ну, слава богу. Потому что никакие возмущения американцев кого-то теперь по нашему поводу вообще никого не должны волновать. Но они возмущаются. Но они сразу же приписали власти какие-то страшные деяния с одним из оппозиционеров, которых, ну, что всегда прискорбно закончил свою земную жизнь. Они бы все равно приписали, сильно сомневаясь, что власть тут при делах, чай не сталинская эпоха, но приписали, снявши голову, по голосам не плачут. При такой ненависти Запада и всем прочем о чем говорить. А вот видеть, как быстро НАТО набирает силу, как она готовится к войне, как она этого не скрывает, как уже даже в эту расхлябанную европейскую действительность вливаются военно-промышленные деньги, и как она раскручивается, вот это надо видеть, как и многое другое. Кто на следующем этапе еще к этому подключится, кого втянут в эту игру, что будет делать Трамп, это все очень существенно. Но еще, как мне кажется, существеннее другое. Еще существеннее стратегия. Дмитрий Анатольевич Медведев тут на днях сказал о том, что вот Фукуяма говорил о конце истории, а на самом деле это потерпело фиаско, ибо началась борьба за более справедливый мир и так далее. Насчет более справедливого мира я помолчу, просто более несправедливого мира, чем амирикаликаноцентричного, более ужасного дегуманистического мира, чем амирикаликаноцентричный, быть не может. Поэтому любой другой будет, конечно, в чем-то лучше. Это правда. Но то, что он будет войной всех против всех, и он будет очень кровавым и свирепым, вряд ли есть кем сомнение. Единственный, более-менее устойчивый мир был биполярный. Его уже не будет. Американцев устраивало самодостаточность Советского Союза в каком-то смысле, а Китай побеждает ее на мировом рынке, на территории самой Америки. И это дело очень тяжелое. Империя, я имею в виду Соединенные Штаты, гниет, светет и пахнет. Там происходит масса маразмов, как всегда, в империях, идущих к упадку, в Римской империи и так далее. Но не будем абсолютизировать это гниение и беспомощность. Она еще дернется. И не раз. И возможности не нулевые. Наша задача обезопаситься от всего этого. обезопаситься можно только, вкладывая другие деньги во все аспекты нашей военной деятельности, оборону и нападение во все. Вот вкладывать и вкладывать. А для этого нужно слегка повернуть. Не нужно для этого 37-го года или там, я не знаю чего, Великой революции, Великих потрясений. Они совершенно не нужны. Они всегда катастрофичны, а в условиях такого доминирования Соединенных Штатов и Запада в целом, они просто являются однозначным концом нашего государства. А поворачивать нужно. И если для этого поворота, для того, чтобы спасти себя и мир, нужно 10% бюджетов вкладывать в военную сферу, значит 10. 20, значит 20. Это не пустые прилавки, повторяю в который раз, это не уход от рынка. Американцы выходили из Великой депрессии на самом деле только в годы войны, и вкладывая в свой военно-промышленный комплекс сумасшедшие деньги. И ничего плохого это за собой не повлекло, надо это делать разумно, и все будет нормально. И какие-то новые моменты надо закладывать. А насчет конца истории вот что хочется сказать. Человечество прошло по существу три крупные эпохи. Первое это эпоха веры в богов. Всеобщая вера в богов. Я же не говорю, что сейчас никто в бога не верит и нет религиозных пластов населения. Есть они, и они в каком смысле наиболее здоровые и все правильно, но только они не доминируют. И не надо сказок про их доминирование. Они нигде не доминируют. Даже в Индии в исламском мире. Хотя там этого много. У нас уж тем более. Мы существенно секулярная страна, нам надо к этому быть готовы, как и мир в целом. Значит, была эпоха всевластия богов. Иногда, годы, когда я еще ездил по Европе и смотрел великие готические соборы, я думал, что там было в эпоху крестовых походов, когда соборы были не полупустые, а набитые людьми, и эти люди так веровали, что дальше некуда. Вот эта эпоха кончилась. Закончилась она где-нибудь в 16 веке или чуть раньше. Потом начался нарастающий скептицизм по отношению к эпохе богов, но нужно было что-то возвести на пьедестал. Нельзя было просто убрать бога, ничего не возвезя. Например, французская революция возвела сначала божество разума, потом великого творца вселенной или что-нибудь еще, кому Рабиспьер молился, какие он действия устраивал. Что-то должно было быть на пьедестале. Потом выяснилось, что все эти новоиспеченные боги, они не очень-то население греют, вернулись отчасти к религиозную сферу, все это как-то было сбалансировано уже при Наполеоне и в дальнейшей эпохе. Но, как бы там ни было, XIX век – это уже век веры не в бога, а в разум. Вот что бы вы под ним не имели в виду, наступила большая, великая эпоха человеческих верований. Она была короткая, но великая. В разум, в науку, в безграничные возможности научного освоения мира, способность науки решить любые задачи. Если солнце погаснет, зажечь новое. Исправить вселенную. Стругацких, которых я не люблю, был вопрос, что какой-то дядя поехал в какую-то обсерваторию думать о том, как избежать схлопывания вселенной через миллиард лет. Вот все это было очень накаленная эпоха. В Советском Союзе тоже вот эта вера в инженера, в промышленника, в ученого, во всемогущество вот этих научных титанов и так далее. Она была огромная. Каким тиражом в Советском Союзе издавали, например, произведение Жюль Верна, не имевшее никакой идеологической нагрузки, но прославлявшее вот это инженерократию? Сто миллионным тиражом. Буквально. Неслыханным. Внутри этой эпохи возникло несколько кризисов. Один из них там был чисто теоретический, но имевший огромное значение. Иммануил Кант впервые показал, что есть антиномии, то есть есть проблемы, которые разум разрешить не может. Потом это же показывал Гёдель, все эти парадоксы научных теорий, в которых количество аксиом счетно, а количество утверждений континуально, и поэтому они не могут быть сопоставлены друг с другом. Потом эта вся математическая проблематика развивалась дальше, и она посеяла сомнения во всемогуществе разума, так же, как и Фрейд, который показал, что есть его иррациональные составляющие, и так далее. И тогда наступила третья эпоха. Это очень важно понять. Эпоха обожествления истории. Богом стал не разум уже, а история. и это, конечно, была коммунистическая эпоха. Крот истории роет, разум логический, не всемогущ, но диалектический, то есть исторический, может, все, молились на историю, еще молились на науку. Кстати, самый мощный удар по ее авторитету, это было поведение науки в ходе ковида. Это страшный удар по авторитету. Ну, так вот, если, как говорит Фукуяма, а Фукуяма фигура очень мелкая в интеллектуальном плане, она раскрученная фигура, но мелкая, история заканчивалась, то что такое четвертая эпоха? Значит, Бога, разума, истории, еще чего? И тогда далеко не лишнее учесть, что Фукуяма это фигура мелкая и раскрученная, но он ученик такого Кожева, нашего соотечественника, одного из крупнейших популяризаторов Гегеля. А Кожев человек очень талантливый и очень много сделавший для построения Европы и так далее. Он и в политике много мог, иммигрант, полностью присягнувший Европе, и в науке он не мелочь. И все эти науки Гегельянцы это узкая, очень влиятельная когорта очень умных людей, в отличие от Фукуяма. Кожев сказал, что власть бывает четырех типов. Это может быть власть Бога, теократия, жречество, власть отца, власть отца и как бы проекта, авторитарная власть, против чего сейчас так возбухают, указывая на Путина, Сидзипина, и так далее. Власть судьи и четвертая власть, которая возникает и становится доминирующей в отсутствии, когда три уходят, это власть господина над рабом. Значит, если уходит власть проекта, а постмодерна это уже разрушение проекта, значит, большие проекты или большие нарративы, как говорит постмодерн, это был модерн, уходит эта власть модерна и ее модернизирующие лидеры, Путин, Сидзипин и так далее. Они же атаковали их всех, Асада, Милошевича, кого угодно. Все это. Каддафи, Банали, Мубарака, который им лизал пятки. И так далее. Вот если уходит власть проекта, есть ли власти бога всеобъемлющей, нет, если суд, право разрушено полностью и даже подменено понятием правила, не правила, то остается власть господина над рабом. А это Покожеву, повторяю снова, учителю Фукуяма и человеку, я не знаю, в миллион раз более умному и крупному. Это Покожеву и другим, кто с ним кооперировался, а их было несколько, и они все были очень умные и очень жестокие. Это так, вот идут два самолета на таран образно. Кто отвернул, тот раб, а кто не отвернул, тот господин. Господин это тот, кто доказал рабу, что он не боится умереть. И в этом смысле все эти шахидистские дела и все прочие, это, конечно, выяснение отношений вокруг проблемы, кто же именно не боится умереть. Йеман или его оппоненты, афганские талибы или какие-нибудь высокооснащенные спецназовцы. Хамас или израильская армия. Потому что пока речь идет о занятии территорией, вроде как высокотехнологические компоненты иногда побеждают, хотя мы видим, что не так уж сильно она побеждает, например, в той же Газе. Дольше резко ковыряются, чем можно было себе представить на занятии объекта. На занятии объекта поудела Ирак заняли быстро, Афганистан тоже. Дальше же надо каким-то образом там что-то насадить, в чем-то укрепиться, как-то удержаться. А тут начинается проблема, что человеку в дешевой машине не за подвод, а положить взрывчатку и взорваться. И он унесет 100 жизней. А тем, чьи 100 жизней уходят, очень даже за подвод потерять пару тысяч человек. и они быстро сваливают, когда потери становятся для них недопустимы, потому что они нежные, они чувствительные. И они становятся все чувствительнее, у них там выборы, то-се. А с той стороны, со стороны, скажем так, варвара, потому что они называют варварством, ситуация-то совсем другая. Поэтому кто там господин Кторапат отдельный вопрос, но когда речь начинает идти о чистых формах господства, лишенных всего, то тут мы должны перейти от рассмотрения Кожева, который резко крупнее Фукуямы, к рассмотрению Хайдегера, который резко крупнее Кожева. А Хайдегер говорил просто, трактуя наследие Ницше, что последняя метафизика, это метафизика воли к власти. Метафизика совсем не уйдет. Это будет метафизика, обнаженная метафизика воли к власти. И ее время наступает. А это время безусловно нацистское, и все эти украинские дела, это легкие пробы пера. по отношению к чему-то больше. Абсолютно бесчеловечное и сводящее просто на нет все, что связано с проблемой, от называния которой мы все устали, и которая на самом деле сейчас-то становится главной. Проблема гуманизма в 21-м веке. Гамлет же говорил, сначала расхваливая человека, потом «А что мне эта квинтэссенция праха?» очень серьезно обсуждал это блок. Он сначала описывал 19-й век и говорил, что это век всяких обмельчаний человека, занятий экономическими доктринами, бог знает чем, человек живет неправильно, а дальше он говорил, что тот, кто ведал, управляя марионетками всех стран, тот знал, что делал, насылая, дальше он говорил, гуманистический туман, размельчительный туман, туман вот этого неженки и обыкновенности и дегерризации. А потом он говорил, 20-й век еще бездомнее, еще страшнее жизни мгла, еще суровее и огромнее тен люциферового крыла. Потом он спрашивал, что ж человек в заревом стали, в огне, в пороховом дому, какие огненные дали открылись взору твоему, о чем машин или роботов, беспилотников немолчный скрежет, зачем пропеллер воя режет туман холодный и пустой. Вместе с концом истории возникает конец, человека и всего остального. И тут встает ребром главный вопрос. един ли человеческий вид? Проигрывает ли человек конкуренцию машине? И если он проигрывает, то как будет выглядеть этот замечательный мир по ту сторону этого проигрыша? Человек проигрывает конкуренцию машине в одном случае. Если это поломанный машиноподобный человек, управление которым осуществляется, машиноподобным управителем, когда из человека делают робота, фильмы Чарльз Чаплина про конвейер, это яркая иллюстрация подобного рода вещей, но сейчас это неважно, в компьютер превращается, а не в конвейер, но он машиноподобен и им управляет соответствующее устройство машиноподобное. Чтобы сделать его машиноподобным, ему надо поломать. Это поломанный человек, превращенный в полуробота и управляемый работоподобными системами внутри самого себя. Если человек будет таков, он проиграет машине. Он может ей не проиграть, только став совсем другим, только нащепав путь к своей целостности, неполоманности, немашиноподобности, к своим резервным возможностям, к своим другим, гораздо более эффективным системам управления. Человек плохая машина, он взбунтуется раньше, чем окончательно машинизируется. Эта проблема человека маячит за всеми конфликтами. И совершенно ясно, что ничего страшнее Запада тут нет, ибо он намерен человека уничтожить. И в этом смысле уничтожить гуманизм. Но тогда мы должны честно себе ответить, идем мы в тренде Запада или нет. Увлекаемся мы этим самым искусственным интеллектом или так далее, или мы ищем другое. Способны мы предложить человечеству что-то стратегическое, или мы все время будем говорить о том, что наше предложение в том, чтобы американцы пошли вон, а мир был строен без них. Это, конечно, хорошо. Пустячок, но приятно. Но этого категорически недостаточно. И мир этого не услышит. Как позиционирует себя Россия в этом высшем типе вопросов? Как она отвечает на стратегические вызовы? Как она аккуратно самоизменяется? И как она действует прагматически сегодня в той же Авдеевке, где наши войска ведут себя героически успешно? Этот комплекс вопросов нельзя разорвать на части и каждую из частей рассматривать отдельно. Надо видеть это целиком. Может быть трудно, но очень нужно. вопросов вопросов Продолжение следует...